Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков с вами Костик и сегодня мы познакомимся с приложением investing.com здесь у нас можно получить информацию о росте и падении цен в категориях индексы, фьючерсы, акции, товары, форекс, криптовалюты, облигации, ETF, фонды, популярные ну а для покупки продажи всего этого можно использовать к примеру теньков инвестиции заказал вчера карту себе зарегистрировался приложение тоже вот пока жду как все сделают привезут карту можно будет что-то пробовать а это вот параллельно скачал приложение с графиками и так вот популярная юсд руб валюта доллары на рубль вот ну тут мы опоздали когда доллар был по 121 рублю но тут особо огорчаться не стоит потому что он была новость форс заметил что теньков списался счетов многих пользователей миллионы рублей вот обвинив их нет недобросовестности вот они переводили как-то вот рубли доллары фунты туда-сюда но деньги получить не смогли евро рубль вот тоже до 90 упал был выше доллара но сильнее я думаю не поднимется впереди еще аграрный кризис европе может быть после можно будет уже подумать о покупке евро концу этого года скажем пока я думаю стоит вот следить за тем как вот будет меняться вот конкретно евро меня интересует насчет доллара тут как бы сложнее но опять же надо следить за новостями слушать разные источники вот каждый говорит по-своему на везде можно вот найти свою истину что-то для себя подчеркнуть коспром вот падает был выше 300 показано вот у меня погоду можно поменьше сделать диапазон здесь вот идет выбрал один г и тут вот по месяцам идет то есть на данный момент не самое дно ранее вот было меньше тут я думаю пока что опять же стоит следить за новостями и чтобы не было вот ощущение упущенной выгоды лучше подождать вдруг когда опустится еще ниже вот допустим макс мин если выбрать тут вот если 242 сейчас допустим максим не получится увидеть можно нажать на график и щелкать уже на определенный день просто для этого мне придется переворачивать экран возникнут сложности с обработкой видео надо будет там разделять переворачивать поэтому я не щелкаю так вот тут я думаю все таки посмотреть как что будет по новостям вот если упадет еще тогда вот можно будет скупать потому что ну это одна из компаний в развитии которой заинтересовано государство так что даже если она вот самый низ будет падать все равно вот из федерального бюджета будут выдаваться деньги на развитие как бы как бы тут вот такой вот у них козырь главное найти нужный день когда скупить и нужный день когда продать разумеется но до нужного дня когда продать ждать придется не один год довольно таки долго я думаю сейчас в этом году в 2022 главная задача вот найти самый подходящий день чтобы то или иное купить вот газпром далее смотрим сбербанк вот сильно упал был почти по 400 сейчас 143 но не самое дно самое дно было чуть раньше вот можно тут вот так вот сделать по дням будет на 1н я щелкнул вот то есть 28 марта было поменьше ну сбербанком такая же история как из газпрома но тут нужно еще учитывать насколько сильно упала на каком уровне держалась и как долго держалась и какие перспективы относительно новостей также в этом приложении если пролистать вниз есть вот комментарии а есть вот новости актуальные и также вот под каждой единицей под газпромом также вот есть подборка новостей можно вот тут челкнуть будет их больше вот далее нефть бренд так так здесь у нас что общая картина растет британская компания тут не знаю я это надо новости смотреть но опять же новости надо смотреть из разных источников где-то может быть вот сводки каких-то заголовков по всему миру где-то вот что-то подробнее в зависимости вот от обстоятельств происходящих во всем мире далее яндекс но тут казалось бы вот и дно сейчас вот поднял так уж 1 н да не самая низкая отметка 18 рублей он был и пониже вот но опять же вот тут показано 17 года вот росло хотя вот так же вот внизу смотрю вот что в этот период появлялась яндекс цен вот появился яндекс вот алиса техника вот это вся вот но судя по новостям вот о том что вот яндекс собирается продать цен там есть потом яндекс новости вот как-то не очень верится в эту компанию плюс вот эти вот утечки данных ну и самое главное что яндекс это в первую очередь что поисковая система и почта как почтовый сервис вот яндекс как бы самый нормальный я вот и мы пользуюсь мне вот нравится оформление но опять же это не то что приносит компании доходы вот поисковая система одной из основных из основных что есть яндекс из основных сервисов из основных сервисов у них очень плохая вот с 2017 года даже раньше где-то с 2015 она становилась все хуже и хуже например покажу на компьютере вот взять к примеру страницу списке лучших комедий на нашем сайте заголовки видим так и написано списке лучших комедий как и здесь название страницы заголовок страницы на самой странице что есть картинки есть текст то есть ни одни ссылки и картинки вот тут что мы видим списки вот различные под запросы под жанром и так далее но заходим в яндекс вводим данный запрос списке лучших комедий и что мы видим на первом месте отображается кинопоиск который принадлежит яндексу тут заголовки ни одного из этих слов нету в описании тоже то есть что просто вот поставили свой результат вот второе место комедии списке лучших фильмов зайдем сюда здесь как вы видите не списки а просто категория и в заголовке написано комедии фильмы тут яндекс подставляет списке лучших фильмов почему то далее нам показывают рейтинги лучших фильмов топ 100 лучших комедий всех времен вот что угодно только не то что мы ищем страниц наиболее соответствующие запросу вообще не появляется сначала идут вот онлайн кинотеатры и мор премьер видимо здесь все вот проплачено напрямую вот сколько листаем нет страницы и то чтобы вот этой странице хотя бы вот чего-то похожего что действительно соответствовало бы тому что я вот сейчас пытаюсь найти опять вот мор премьер на каждой странице одни проплаченные результаты вебмастер 2021 году целый год не работал все время вот захожу посмотреть внешние ссылки там написано мы работаем мы работаем вот прошел год в январе что-то появилось какие-то вот они новые графики нарисовали а выдача по-прежнему так себе в общем поисковик из яндекса последние пять лет никакой такое ощущение будто бы яндекс это не поисковая система а доска объявлений на типа авито где можно за деньги поднять свое объявление выше в начале десятых годов в конце нулевых было все не так это вот я самый яркий пример просто подобрал а так вы также можете попробовать вот ввести какой-нибудь запрос из трех-четырех слов и вам будут выдавать совершенно другое то вот вот он выдает страницу имкин так и не выдает вот уже десятая страница в список в список лучших комедий 2021 года в список лучших комедий 2021 года вот вот описание везде вот что-то свое написано актуальные ссылки содержащие фразу список лучших комедий 2021 года что мы видим здесь я ввел список лучших комедий 2021 года а кинопоиск решил что мне нужны фильмы 2022 онлайн вот комедии 2021 но опять же список лучших эти слова он будто бы игнорирует вот раз вводят много людей комедии в различных вариациях то и под запрос не важен вот тут 35 лучших новинок список из топ 35 как-то вот корявенько тут вот конкретно список лучших комедий нормально звучит список из топ 35 лучших новых вот все ключевые собрали в одно предложение 10 лучших комедий то есть такой результат яндекс считает более актуальным под запрос список лучших комедий 2021 года так разумеется не только с комедиями а всем доска проплаченных напрямую объявлений и вот совпадающий запросом результат хотя бы один в общем как поисковик яндекс тоже скатился и вот кинопоиск они приобрели обновили дизайн кинопоиск hd вот hd вот теперь чтобы найти график премьер надо в самый низ листать как я уже показывал что касается новостей в 2000 2001 наиболее интересные новости они общей пачкой публиковали то есть в одной новости кратко о разных событиях что экономят на копирайтерах а так в основном вот какая-нибудь шляпа у них тут сейчас вот это вот оскар подошел начали какие-то вот около интересные новости опыт какой-то опять бодров их не ну вот и в марте еще ничего какие-то трейлеры а так вот целый год одни отечественные фильмы рекламировали может исправились давно не заходил посмотрели что людям такое нафиг не нужно поисковик вообще вот в саму компанию яндекс я вот именно не верю так продолжим золото тут вот растет все тут главное определить когда лучше продать если она у вас есть так евро usd это вот если есть евро на доллары да и наоборот озон ну вот эта компания довольно таки молодая и как бы особо в ней смысла я никогда не видел как бы есть алиэкспресс вот есть авито там да вот если так по городам или вот у нас допустим вооруженской области камелот еще есть а вот эти вот все компании я в них особо никогда не верил не думал что вот они смогут повторить какой-то западный успех вот и в развитии таких компаний я думаю государство не заинтересовано так как вот развитие сбербанка газпрома аэрофлота тут бы я не не стал рисковать так далее что у нас втб вот падает максимально был 0707 так вот сейчас вот упал до 001 ну ну как-то втб вот есть многим зарплаты выдают на производствах но опять же это не показатель основные могут и перейти тысячу раз вот из банков как-то я вот более доверяю сбербанку вот ну и хотелось бы доверять тинькову но опять же учитывая вот это вот сообщение о недобросовестном использовании сервиса да как-то вот сомнения присутствуют то есть акции тинькова я не стал бы покупать далее что у нас индекс морсбиржи 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 вот падает с четырех тысяч до двух семьсот но опять же вот чуть раньше по дням так вот получается двадцать восьмого марта был еще ниже двадцать тысяч четыреста морсбиржа тут я бы вообще не стал бы рассчитывать сейчас если в сторону Китая начнется вся экономика то может быть и столицу перенесут там все поменяется много всего вообще будет происходить в стране на такое я бы не рассчитывал вот СНП растет Нью-Йорк так биткоин вот чуть-чуть падает но опять же не сильно ниже максимальной отметки на это бы я сейчас не стал бы обращать внимание аэрофлот вот тут вот уже интереснее так это по дням было вот кстати биткоин попробуем тоже вот не по дням а вот так вот 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 максимальная отметка была 60 тысяч сейчас 45 тысяч но это максимальная отметка была вот недолго а так вот в среднем он где-то так и держался но разница в сумме не маленькая хотя опять же если это все вот сократить то тут опять же вот 45 тысяч и 60 тысяч это даже не в два раза меньше даже в два раза не подняться так природный газ аэрофлот сначала вот падает вот это меня больше всего интересует с одной стороны как бы ближайшее время мало перспектив полетать куда-то но с другой стороны вот и государство заинтересовано в развитии этой компании то есть будет вкладывать в нее деньги и дальше вот и люди еще не скоро перестанут летать как-то вот рано или поздно вот годы будут идти политика будет меняться как бы рано или поздно полетят тут только вот если правда вот смотреть чтобы не было вот чувство упущенной выгоды вот минимальная была ниже 27 чуть больше 24 сейчас 37 то есть вот за 22 или за 24 даже за 24 я бы вот взял попробовал бы но опять же тут вот сейчас надо смотреть на новости за новостями точнее что будет как происходить как вот будет развиваться что вот куда-нибудь летать все равно будут а со временем и куда летали будут летать аэропортов вот сколько построили вот ну тут еще много зависит от политики вот вот скоро будет вот новая глава вот потому что на одной волне вечно быть не может рано или поздно вот все начинает меняться вот далее что у нас природный газ растет вот но тут опять же стоит последить за новостями вот 2019 падал но так высоко еще не взлетал ранее вот за этот период тут вот нужно наблюдать РТС вот упал так тут опять же рано пока что-то думать тут пока следим Роснефть вот падала на днях до 300 вот 360 так вот где-то 25 марта 340 вот ну где-то значит раньше марта на график не буду щелкать чтоб найти этот день было наверное вот 310 где-то вот сейчас 437 ну нефтью я думаю еще будут пользоваться тут опять же подождать чтобы не было ощущения упущенной выгоды вот где-то вот когда по 300 хотя бы она будет тогда можно было бы но опять же тут вот можно только удвоиться если вот максимальная отметка была чуть выше 600 а средняя отметка за период вот чуть больше 500 то что растет это все хорошо но нужно еще учитывать насколько можно подняться вот но можно каждый день вот это вот смотреть сегодня одно купил завтра это же продал можно и так но если вы не хотите вот как я так часто погружаться в это все это же просто это надо жить этим вот чтобы вот так вот а если вложить там процентов десять от зарплаты попробовать раз в месяц и опять же не сразу вкладывая все то вот нужно как бы смотреть рассчитывая на то вот на чем можно будет подняться за более длительный период не в два раза а вот гораздо в большее количество раз вот ВК ДРЦ я не знаю US500 вот посмотрим акции вот во вкладке акции тут можно менять страну вот у нас сейчас Россия тут активные сначала идут потом лидеры роста вот лидеры падения вот об этих компаниях которые у нас блоки лидеры падения я вообще ничего не слышал тут вот почему-то озон лидеры роста наверное относительно вот месяца вот по сравнению там с другими компаниями да а так они вот еще на дне так ну тут мы все посмотрели вот можно лукойл еще глянуть вот как-то падало ниже 5000 средняя цена вот за период так это я опять не так смотрю вот падала чуть меньше пяти в двадцатом году падала вот до четырех во время к вида сейчас не так сильно ударила а так вот среднем где-то вот той же отметки тут есть пунктирная линия вот она примерно посередине так линия от сегодняшней цены как я понял так ну посмотрим что еще но никель вот тут опять же если вот только глубоко погружаться сегодня купил завтра пока что вот больше всего меня заинтересовали аэрофлот Сбербанк и Газпром вот аэрофлот а Яндекс Газпром не нужен вот Сбербанк вот Яндекс и вот Аэрофлот вот вот тут еще можно как-то попробовать подняться но тут надо опять же смотреть когда будет но и следить за новостями вот также можно щелкнуть на страну и посмотреть акции вот в других странах вот к примеру США Apple вот так вот растет Тесла вот так вот растет тут только вот смотреть и восхищаться а покупать сейчас вот выгодно что-то российское но опять же нужно многое взвешивать Nvidia Microsoft Amazon тут вот надо только большими суммами на маленькие проценты скакать Meta вот только вот можно насчет нее посмотреть вот сейчас 222 было чуть ниже я считаю у данной компании еще есть перспективы какого-то развития вот но пока стоит последить что будут обещать но тут как бы еще вот таких компаниях если вот появляется какая-то акции сразу взлетают тут не как в России вот как бы вот появляется новость а там она еще может цена день-два постоять то есть еще люди думают а за рубежом особо не интересуются алибаба алибаба вот упала до ста восьми вот но было несколькими днями ранее вот получается вот получается так тут нам к марту вот где-то 12 марта ниже восьмидесяти была а так вот средняя отметка где-то около 200 но опять же санкции вот торговля то с одними нельзя то с другими нельзя вот но стоит понаблюдать когда-нибудь может быть вновь будет работать более больших масштабах и акции взлетят так вот что касается вот незнакомых компаний тут вот просто надо как почитать и наблюдать где будет всплывать такое название ну и конечно же новости вот внизу есть котировки новости календари ваш список и вот новости надо прям часто читать а также смотреть вот в других источниках видео падение вот амд ну посмотрим что будет что будет дальше может быть что-нибудь и за рубежом удивит что-то можно будет вовремя купить вот также тут можно взять вот примеру япония вот здесь нинтендо сони тойота мотор растет и ничего не угрожает не угрожает хотя опять же сейчас вот япония если нападет вот на на россию к примеру да они красивые но разница опять же не в два не в три раза сони это вот если 2017 году купили да потом вот 21 продали но тут пока ничего такого я думаю не стоит ожидать playstation 5 отличается от playstation 4 только скоростью вот фильмы сони стали вот выходить и очень интересные потом чем ну они может быть отдохать они все вот все вместе сони вот потом чё я 2 он тоже как бы особо не будет отличаться от первого я ближайшее время ничего такого не стоит ждать вот восемнадцатом вышла playstation 5 вот еще вот помимо там много вот всяких фишек вот фильмы те же тут вот как бы пошел какой-то прогресс и тут вот взлет ближайшее время мне кажется вот поскольку перспектив особо никаких не намечается тут будет падать это если уж потом совсем чем-то необычным удивят ну начну сейчас вот эти костюмы выпускать всякие вот для 2 но опять же вот учитывая то как какие ощущения дал я как бы все приятно все интересно но опять же фантазия как бы развита гораздо до большего и и я два уже вот будет как бы меньше ожиданий вызывать этого прям для только самых фанателых как вот тех кто купил playstation 5 который отличается от playstation 4 только скоростью а так что там в 8 восьмиядерный процессор что там просто вот в playstation 5 ssd вот в следующем году правда игры выйдут которые эксклюзивно для playstation 5 человек-паук росомаха но это еще не факт что они будут только для playstation 5 может быть там через какое-то время и для playstation 4 пойдут учитывая то что в последнее время вот sony начала свои эксклюзивы и на комп поставлять в общем вот такое вот приложение вот такие вот графики следите пробуйте вот ну а тинькофф инвестиции посмотрим уже потом когда мне карта придет на этом на сегодня все что посмотрите в в в в Продолжение следует...